Привет, дорогой друг! Наверняка ты задаешься вопросом, что будет, если не активировать Windows 10 или 11. Ответ такой. Не будет ничего! Ты спокойно можешь качать Windows 10 и 11, ставить на свою пекарню или ноутбук, или может быть планшет, если он у тебя настолько крутой. И не активировать ее. И твоя Windows 10 или 11 будет отличаться от активированной только отсутствием водяного знака в правом нижнем углу. И у тех, кто активирует Windows, у них есть возможность кастомизировать свой рабочий стол, загрузочный экран. На этом отличие от активированной винды 10 и 11 и не активированы. Заканчивается все. Больше никаких отличий. Поверьте, если вы будете сидеть на не активированной винде 10 или 11, у вас будет такой же антивирус, такой же фаерволл. Такие же обновления вы будете качать, как и те, кто активирует. Все у вас будет такое же. Вы можете пользоваться всеми благами винды и даже с магазина загружать приложение. Так что просто не партись. Я годами сидел на десятке не активированной. Сейчас вот скачал 11, тоже сижу на не активированной. Все у меня нормально, все качается, все обновления. Фаерволл работает, антивирус работает. Все работает. Со стима игры загружаю, играю. Все работает. Единственное отличие, это водяной знак. Справа, ну да, иногда мешает, но через время ты на него просто не обращаешь внимания. И да, не можешь кастомизировать свой рабочий стол, менять обои, менять прессный экран. Но это тоже, это все фигня. На самом деле, стандартных обоев вполне достаточно и тем, чтобы пользоваться виндой. Ну а если вы такой капризный, да, вам охота большего, то можете, конечно, покупать ключи за тысячи, за сотни гривен. Вот, и активировать только ради того, чтобы кастомизировать свой рабочий стол.